В Мадриде с 2007 года работает сеть так называемого легкого метро, метро Легера, метрополитеном, как таковым, не являющаяся. Она использует современные низкопольные трамваи Ситавдис 302, и является, скорее, сетью скоростных трамваев. Однако собственно скоростные трамваи в Мадриде также имеются, выделены в отдельную кольцевую линию, Транвия де Парло, и входят в систему метро Легера. В данной статье предоставлены ссылки на все транспортные средства в Мадриде. Каждый путешественник, планируя свою поездку за границу, тщательно продумывает свой маршрут. Для того, чтобы не заблудиться в чужом городе, нужно ознакомиться с транспортным средством от поездки на метро, до автобусов и такси. Туристы также смогут найти информацию о том, как можно легко и быстро добраться от аэропорта до центра города. Существует несколько основных способов, с помощью которых можно перемещаться по центру Мадрида. Система общественного транспорта действительно хорошо развита. Как заметили многие туристы, транспорт Испании в Мадриде намного лучше работает, чем метро. В дневное время не придется ждать более пяти минут для прихода поезда. Примерно с 19 часов поезда курсирует немного реже, время ожидания составляет максимум 30 минут. Мадридское метро. Время работы – с 6 часов до час 30 минут метрополитен – это чистый, безопасный и эффективный сервис для каждого путешественника. Надземный транспорт поможет легко ориентироваться в городе. Современные чистые вагоны оснащены кондиционерами. Многие из них даже имеют комфортабельные кресла, предназначенные для пожилых людей и инвалидов. По сравнению с другим транспортным средством, метро самое дешевое. Туристам предлагают самый дешевый вариант – купить билет на 10 направлений – метроброс. Этот ваучер можно использовать и на проезд на автобусе. Обратите внимание. Одноместный билет – 1 евро и 50 центов. Расчет осуществляется как наличными, так и кредитной картой. Билет «Метробас» – 12 евро и 20 центов. Звездочка Чтобы узнать актуальную информацию о расписаниях и любых работах по любой из линий, необходимо посетить официальный сайт метро Мадрида. Мадридская служба такси Для тех, кто любит комфорт, можно заказать такси онлайн на сайте. Каждый желающий может взять такси в ночное время, когда метро не работает. Особенно, если турист приезжает в столицу в первый раз. Официальные транспортные такси Испании имеют в автопарке машины с красной полосой. Их можно либо остановить на улице, либо заказать на официальном портале. Плата за проезд осуществляется за счет установленного в машины счетчика. На каждый километр учитывается 1 евро и 5 центов. Доступны также такси для инвалидов. Для этого нужно позвонить в AeroTaxi по следующим номерам. Тел. Плюс 34-91-547-8200. Компания работает 24 часа в день. Аренда автомобилей. Еще один вариант транспорта в Испании – аренда автомобиля. Таким образом, можно удобно контролировать собственное расписание и не беспокоиться о задержке самолета, поезда или другого транспортного средства. Парковка в Мадриде достаточно дорогая. При этом возникают проблемы с остановкой авто в центре города. Даже если у туриста куплена специальная карта, можно все-таки обнаружить некоторые проблемы с ее доступностью. Общественные автобусы. Это еще один удобный, дешевый и эффективный способ перемещения по Испании в Мадриде – это автобус. Туристы могут купить билет на 10 проездов «метробус», который можно использовать как на метро, так и на автобусе. Используя билет на автобусе, нужно просто пропустить свой билет через машину. Существует также автобусное сообщение, которое работает по ночам. Билет «Метробас» стоит 12 евро и 20 центов важно. Часы работы – с 6 часов до 23 часов 30 минут. Общественная транспортная карта является бесконтактной технологической поддержкой, заменяющей магнитные билеты, ваучеры, и используемой для проведения билетов, выпущенных Мадридским региональным транспортным консорциумом для всей системы общественного транспорта. Аэропорт Мадрида – это персональная, идентификационная карта, срок действия которой истекает через 7 лет после даты ее выпуска. На карте указаны данные обладателя с фотографией вместе с идентификационным номером. Карта общественного транспорта используется в течение двух лет. Владелец может заменить бесплатно неисправную карту при условии, что дефекты не вызваны неправильным применением. Данной картой могут пользоваться местные жители. Важно! С другой стороны, интерактивный ваучер предлагает основные преимущества безопасности, интегрируя все данные в централизованный сервер, чтобы, если владелец сообщит об осизновении, тогда проездной билет будет вновь восстановлено. Преимуществом употребления новой карты общественного транспорта является тот факт, что благодаря встроенной технологии перемещение общественным транспортом, осуществляется с помощью данной карты. Благодаря этому ваучеру, пользователям удается планировать свою поездку со значительной финансовой экономией. Мадридский метрополитен эффективный и, безусловно, экономичный вид транспорта. Цена билета составляет всего 1,50-2 июар, а дети до 4 лет ездят на метро бесплатно. Первая линия метро была открыта в 1919 году, на сегодняшний день каждая центральная улица Мадрида насчитывает около 12 линий. Через центр города проходит линия 5 Касса-де-Кампо-Аламида-де-Асуна и линия 10 Хоспитал-Инфанта-София-Пуэрто-Дел-Сер, которая является самой загружанной. Вторая кольцевая линия 12 Метроэр связывает пригороды Мадрида, функционируя за его чертой, по праву считается самой длинной линией мадридского метрополитена. Следует помнить, что 12 линий обслуживаются другой компанией и здесь следует покупать другие билеты. Обратите внимание, русская карта для метро Мадрида представлена на сайте. В Мадриде имеется три линии легкого метро. Расписание, путь движения, цены билетов и карты маршрутов на сайте метрополитена Мадрида, можно выбрать русский язык. Информация о тарифах на проезд, маршрутах и расписании движения на сайте метро Легера АЕСТ-СА. Линия МЛ-1 имеет длину 5,5 километров и 9 станций. Для пяти станций создана подземка. Линия МЛ-2 имеет 8,7 километра в длину и 13 станций. Линия МЛ-3 имеет длину 13,7 километра и 16 станций. Как добраться с Казанского до Киевского вокзала на метро? Что касается станций метро, то большинство из них имеют стандартные боковые платформы, есть станции островного типа и так называемого «барселонского решения». Принцип высадки и посадки пассажиров в Барселоне состоит в том, что на станциях функционируют три платформы. При этом пассажир может войти и выйти с обеих сторон, что в свою очередь сокращает время стоянки поезда и давку на станциях. Такой принцип был заимствован другими испанскими городами, в том числе и Мадридом, где линии с наибольшей загруженностью были оборудованы трехплатформенными станциями. Важно! Мадридский метрополитен работает с 6 часов утра и до 1 часа 30 минут ночи. В первый раз оказавшись в испанском метро не следует особо удивляться, для того чтобы двери открылись нужно приложить определенные усилия. Как в Барселоне, так и в Мадриде ходят несколько типов поездов. В одном из них двери открываются автоматически, в другом они откроются, если нажать специальную кнопку и, наконец, в последнем войти можно будет, если повернуть специальный рычаг наверх. Кроме того, в Мадридском метро действует так называемое легкое метро, представляющее собой эквивалент скоростного, частично подземного трамвая. Стоимость одной поездки на метро или автобусе – 1 евро и 50 центов. Абонемент на 10 поездок на метро или автобусе. Метробус обойдется в 12 евро и 20 центов. Его можно приобрести в кассах метрополитена, в газетных или табачных киосках. Звездочка. Как добраться с Ярославского до Павелецкого вокзала на метро аэропорт Барахас связан с городом линии метро номер 8, розовая линия. От станции Нуево с Министериос к терминалам Т1, Т2, Т3 и Т4, и обратно, можно доехать за 10-15 минут. Для этого туристам понадобится купить два билета, один за 1 евро и 50 центов и другой, за 1 евро, в качестве оплаты сбора аэропорта. При покупке билетов нужно выбрать специальный тариф. Метро Мадрида схема указана на портале. В завершение следует отметить, что прежде чем пойти в город, смотреть на достопримечательность, не стоит фотографировать местных жителей без их разрешения. Также запрещено снимать некоторые стратегически важные объекты, станции метро, мосты, правительственные здания и объекты, расположенные на территории портового района. Звездочка цены указаны на август 2018 года.